На Национальную Академию Медицинских Наук нет денег. Госбюджет не может содержать десятки клиник узкого профиля. Из-за финансовых проблем в Харькове на грани закрытия оказалось единственное в стране отделение Института Неврологии, где лечат детей с эпилепсией. Подробнее наши корреспонденты. Настю с рождения мучили сильные головные боли. Много лет врачи не могли поставить диагноз и найти причину недуга. Помогли здесь, в Харьковском Институте Неврологии. Теперь девочка может жить полноценной жизнью. Уроки читать, книжки. Вот мы тут, допустим, третью неделю. За это время значительно у нас улучшения. А шестилетняя Катя с родителями приехала на консультацию из Одессы. У нас симптоматическая эпилепсия. Слава Богу, мы сейчас уже подобрали лечение. У нас уже получше обстоят дела. Сейчас родители маленьких пациентов растерянности. Им заявили единственное в Украине отделение, специализирующееся на лечении детей с эпилепсией, на грани закрытия. На содержание не хватает средств. По клинике нам необходимо было по минимуму 45 миллионов. Нам дали 16 миллионов. То есть это 35 процентов от необходимого. Более того, если взять коммунальные услуги, тепло, электричество, вывоз мусора и так дальше, то нам дали ноль. Медиков перевели на четверть ставки. Принимать пациентов специалисты будут всего два часа в день. Многие уже готовят заявление об увольнении, ведь прожить на четверть зарплаты нереально. Будет и лаборантский состав, очень квалифицированный, сестринский состав. Кажется, что это легко найти квалифицированную сестру. Мы знаем, что такое прокапать, например. Просто поставить ребенка, в общем-то, не очень спокойному и не очень здоровому, в общем-то, что значит ему поставить капельницу. Родители в отчаянии. Отличить детей со сложными непрологическими заболеваниями больше негде. Этот состав, он с 22-го года. И закрывать такой состав, ликвидировать или уменьшить его финансирование, это просто неможливо. Это просто убийство детей и даже целых родин, в которых есть дети. В Харьковской обладминистрации говорят, финансировать учреждения министерского подчинения не имеют права, да и лишних денег в бюджете нет. Помочь именно финансово мы не можем. Мы вышли с инициативой и на Академию медицинских наук, и на Министерство здравоохранения с тем, чтобы этот вопрос доработать. В аналогичной ситуации еще 8 харьковских мединститутов и десятки в других регионах. Все в подчинении Академии медицинских наук. Там нам сообщили все проблемы из-за отсутствия средств в госбюджете. Первые месяцы дефицит по зарплате ученым-медикам перекрывали из резервного фонда на второе полугодие. Сейчас, чтобы не допустить ликвидации клиник, пытаются выбить деньги. Ведут переговоры с Кабмином, в частности с Минфином. На следующую неделю намечена очередная встреча представителей Академии с чиновниками. Пациенты же и сотрудники Харьковского института неврологии собирают подписи под петиции президенту. Просят сохранить отделение. Если за три месяца наберут 25 тысяч голосов, обращение рассмотрят. Впрочем, не факт, что это поможет найти деньги в бюджете. Ирина Исаченко, Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьков.